Выставка икон 19 века с дополненной реальностью из смартфона 21-го столетия. Искитимский историко-художественный музей. Один из первых в стране стал участником федерального проекта «Цифровая культура». Как с помощью приложения узнать всё о музейном экспонате, расскажет Андрей Баев. Выставка Искитимского историко-художественного музея «Православное наследие» уникальная. Иконы 19 века, многие написаны сибирскими мастерами, изделия, меднолитные пластики и старопечатные церковные книги, начиная ещё с 1600 года прошлого тысячелетия. Теперь экспозицию можно посмотреть с дополненной реальностью. Чтобы узнать всю информацию о том или ином экспонате, на него достаточно навести камеру смартфона. Не нужен экскурсовод, ты можешь ходить сам, обращать внимание на те экспозиции, которые тебе нужны более подробно, более глубоко. Это очень удобно на самом деле. Также ты можешь здесь сохранить ту информацию, которая тебе надо. Даже тот же самый скрин, если ты не можешь разобраться. Но здесь есть такая функция, что можно сохранить информацию, которую потом можно в дальнейшем использовать. В рамках национального проекта «Культура» Искитимский музей, один из первых в России, выиграл конкурс на перевод своих экспонатов в цифровой формат. Чтобы воспользоваться дополненной реальностью, необходимо скачать приложение «Артефакт». Это привлечение из виртуального мира в реальный. И это тоже очень хороший повод, очень хороший инструмент для того, чтобы людей, которые заинтересовались чем-то в интернет-пространстве, можно было привести в музей и сравнить свои ощущения с тем, что он увидел на экране. Поэтому дополненная реальность – это как раз прекрасная возможность для того, чтобы увидеть те стороны, которые мы не можем увидеть в реальности. С другой стороны, именно привлечь интерес к самому культурному объекту. Чтобы попасть в список музеев всего мира, выставки которых также можно посмотреть с дополненной реальностью, они должны соответствовать определенным критериям. Не более 40 экспонатов экспозиция должна быть постоянной и иметь федеральное значение. С помощью приложения «Артефакт» можно не только прочитать о тех или иных фактах об экспонате, но и послушать профессионального аудиогида. На Руси праздник Покрова Пресвятой Богородицы появился в XII веке и стал основным сюжетом Владимирской иконы. Для современных школьников это еще удобнее. В Министерстве культуры Новосибирской области уверены, что исхитим – это только начало. В следующем году дополненная реальность наверняка появится на выставках и в других музеях региона. Андрей Баев, Константин Минин, Новости ОТС.